Счастье 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 Созданию семьи Булатниковых поспособствовала музыка. Уже потом, став семьей, рожая и воспитывая своих деток, они еще один проект создали – ансамбль «Вольница», который стал тоже полноправным членом этой веселой, большой, дружной семьи. И сегодня мы как раз в гостях у Булатниковых. Здравствуйте всем! Здравствуйте! И давайте знакомимся! Семья Андрея Борисовича Булатникова – это его родители Борис Алексеевич и Тамара Алексеевна, супруга Галина Петровна, преподаватель музыкальной школы, сын Павел, заместитель начальника регионального центра связи Красноярской железной дороги, невестка Ирина, дочь Ольга, редактор Сибирского федерального университета и зять Иван. Итак, в этом году семье средних Булатниковых 30 лет, правильно? Да. Как все начиналось? Как будто вчера это было. Это было давно, в городе Иркутске, куда я приехала учиться в музыкальное училище. Я поступила первая, Андрея… Из Тайшета? Из Тайшета, из города Тайшет. Причем поступила вопреки воле родителей, потому что в школе училась хорошо и слово училище как-то не вязалось с моей будущей карьерой. То есть не очень одобряли? Нет. Но я все-таки выбрала музыку и поехала в Иркутск и нашла свою судьбу. Видимо, не зря так настучиво рвалась в город Иркутск. А влюбилась я первая в Андрея Борисовича, я так думаю. Когда он играл на гитаре, мы ехали в автобусе на картошку. Тогда же студенты убирали. И я услышала песню, так зарихватки от души, и звучала гитара, и так здорово пела молодой мальчишка, и я в него влюбилась. А вы тоже сразу выделили девчонку? Ну, во-первых, я, конечно, целый год об этом не знал, что уже по мне, так сказать, сохнут. Вот в чем дело. Я не знал об этом. Да, я не знал. У меня девчонок было очень много. Вот, я не знал. Но так получилось на одном мероприятии. Это было молниеносно, быстро. На свадьбе. На свадьбе у приятельницы. Мы как-то посмотрели друг другу в глаза, и все. И я влюбился. Вы понимаете, я влюбился навсегда. Ну, может быть, так бывает, но оно или не бывает так. Вот, бывает, да? Да как в нее не влюбиться? У нее была коса шириной в ладонь. До пола почти. Понравилось вам в будущем? Понравилось она мне. Она мне понравилась. Она так застеснялась. В Иркутске в очень теплый солнечный день 21 августа 1982 года началась семейная жизнь Галины и Андрея. Собрались родственники, друзья. Приехали даже их педагоги. Свадьба звучала замечательно. Ведь среди гостей было 12 баянистов. Галина Петровна сказала о том, что родители, ее отличницу, ее такую вот любимую доченьку не очень одобряли с точки зрения учебы в училище, да. А вы, солидные, уважаемые преподаватели, да, иркутские, как вы отнеслись к профессиональному выбору вашего сына? Когда Андрюша учился в седьмом классе, и у них были уроки труда. А он уже учился в музыкальной школе. Сделал он в школе на трудах такой кофточек. Вот понимаете, игрушечный не скажет, что это сделал ребенок так аккуратно, тщательно. А мой отец был слесарь. И он говорит, деда Боря, вот Борис Степанович говорит, что я хорошо играю, мне хорошо талант. На гитарю же? Нет, на баяне. Он уже пятый класс заканчивал. Там уже профессиональное какое-то направление у меня уже. А этот учитель труда говорит, Андрюша, у тебя золотые руки. Деда, вот куда мне идти? Он сам вот с таких пор задумался. А дед говорит, ну иди в слесаря, надежнее. Ну вот он не послушался. На самом деле я хочу сказать, что мне эти навыки, уроков труда, они пригодились до сих пор. Сейчас я великолепно справляюсь с ремонтными, строительными работами на даче. Музыкант построил дачу. Дачу вы сами построили. Своими руками. Началось с этого ковшечка. Сейчас у меня полный арсенал, так сказать, технически оснащен, очень богато. Но самое главное, да, на самом деле я люблю это. Любит дерево. Потому что дерево, оно дает какое-то благосостояние, какое-то спокойствие, умиротворение. Жизнь. Да, благостность. Благостность, понимаете, и работать с деревом, ну одну удовольствие. С шести лет я его начал приучать. У него был такой интерес, проявленный такой яркий. То есть вы почувствовали? Баян, вот. Ну я так, маленько, баяне так балуюсь. Я не знаю, но вот на грамоте, но по слуху и до сих пор я так балуюсь. Вот с шести лет он. По-моему, не с шести, а с года, когда я только стоять начал. Вот я играю, он у меня на коленях, а и на баяне, значит, я сам. И потом я его отдам участнику. Вот он, он еще не умел читать. Вот приходит с занятий. Папа, ну там, сборник у него, какое-то произведение. Папа, это что здесь написано? Какая нота? Я говорю, до, он нажимает до, а это си, понимаете? То есть вы, по сути, были первым учителем, хотя и в музыкальной грамоте. Конечно, и я сам очень люблю музыку, и это один из языков моего хобби. Андрей Борисович всю жизнь не выпускает баян из рук. С ним и армейская служба прошла веселее. А в 1991 году он стал создателем и руководителем ансамбля «Вольница». В нем играют и поют профессионалы высокого уровня. «Вольница» стала лауреатом первой премии первого всесибирского конкурса имени Феоктистова и обладателем четырех гран-при и большой золотой медали международного конкурса в ЮАР. Репертуар ансамбля очень разнообразен. Придя на концерт, зритель может услышать романсы и оперные арии, шляги итальянской эстрады и песни «Битлз», военные и, конечно же, народные песни. Репертуар ансамбля очень разнообразен. Репертуар ансамбля очень разнообразен. Но вот не стало ни тайной, ни судьбой музыкой для ваших детей. Вот вас это огорчает? Нет, понимаете, вот все равно должна быть одаренность. Вот сейчас вот большое внимание как бы у нас в крае, вот проект «Одаренные дети» очень много внимания уделяют. И мне понравился, один психолог сказал, что такое одаренность. Это непреодолимое желание этим заниматься. Вот если я пошла поперек родителей, вот я просто не могла. Дети закончили музыкальную школу, но у них не было этого желания. Если бы у них было, мы бы ни за что не знали. Олечка, как вас заставляли? Да, заставляли бы мы. И почему все-таки вы сделали свой выбор? Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И для меня это стало таким сообразным толчком к творческой деятельности музыкальной, но немного иной. То есть это не моя профессия, но это мое увлечение, это мое второе «я», если так можно выразиться. То есть без музыки все равно у меня уже не получается, я пою в хоре до сих пор. То есть музыкальное образование, безусловно, оно помогло мне, и без него я бы не смогла и петь в хоре, наверное. И там без этого просто никак нельзя. Своим будущим ребятишкам они будут обязательно. Вы с музыкой как будете советы давать? Я считаю, что все-таки они будут заниматься музыкой, потому что я, может быть, и не всегда с таким усердием занималась, да, потому что хотелось и с друзьями где-то погулять, и сходить куда-то в кино там или в театр. Но все равно нужно было заниматься, потому что и экзамены сдавать и так далее. Ну и поэтому я считаю, что детей все-таки стоит, ну не заставлять, но прививать им это желание все-таки, чтобы заниматься музыкой. Потому что это развивает детей. Ведь не обязательно идти в профессию ребенка, да, но захотел – пошел. И ведь если ребенок соприкасается с миром музыки, он уже становится другим. Он уже становится… Душа у него, душа другая. Да, то есть музыка, она с ребенком, так сказать, делает, ну, невероятные вещи. Среди программы «Ассамбля Вольница» есть и специальное для детей – изобразительные средства в музыке, благодаря которой ребята понимают – на народных инструментах можно сыграть все, что захочется. За звуками домры, балалайки, баяна дети угадывают плач принцессы, смех шута, ведь музыканты дарят им сказку. Маленькие зрители в игровой форме узнают русскую культуру, слушают произведения русских композиторов и народные песни. Как вам удается все-таки эту профессию праздничную реализовать, когда, предположим, на душе свербит, или там настроение плохое, или какие-то проблемы? Думаю, что тоже бывают проблемы. Вот как удается все время изображать праздник и быть профессионалом? Вы знаете, когда выходишь на сцену, забываешь обо всем. Ну, само собой получается. Забываешь обо всем, даже если ты болен. Вот у меня был один раз такой случай, я поехал на концерт, у меня была температура очень высокая. Ну, а что делать? Люди сидят, ждут. Надо идти работать. Я выхожу с этой температуры, отработал полтора часа, концерт вышел здоровый. Вот, понимаете, лечит. Ну, а как это дело достигается? Просто надо любить тех людей, которым ты пришел. Это прежде всего. Ты должен их любить и уважать. Сейчас вот у нас, и я так смело могу сказать, и эстрада этим страдает наша. То есть выходит человек, он прежде всего любуется собой. Мы пропагандируем народную музыку с помощью народных инструментов. Это тоже помогает, понимаете. То есть когда человек видит народные инструменты, это уже праздник. И третье, и третье, чтобы... Это, конечно же, репертуар. Репертуар подбираем мы тот, который, собственно говоря, доступный, интересный. Потому что на самом деле вот и современная эстрада уже как бы немножечко вытеснила. И мы вот боремся, да, мы пропагандируем народное искусство, и людям нравится. А я немножко в другом ракурсе. Я учу детей играть. Вот. И поэтому... И как бы еще там другие обязанности есть. Но я вот себя поймала на мысли. Наоборот, когда плохое настроение или устал, страшно. Вот поднимешься в кабинет, возьмешь баян и думаешь, какое счастье, что я умею играть. Вот начинаешь, когда играть, все куда-то уходит. И вот такое счастье на душе. И поэтому я как бы этим вдохновляюсь и думаю, я обязательно должна научить этих мальчишек играть, чтобы они взяли баян, и вокруг них всегда будут люди, и у них праздник. А я играю на баяне. А я не похожа на лягу. К сожалению, папа, рождение, папа, караска, да. Любите ли вы праздники? Как вы их отмечаете? И самые любимые праздники? Ну, дни рождения, конечно, детей всегда. Новый год. Еще кто? Ну, это самые любимые праздники. Рождество. А как часто вот собираетесь вот так вот? Ну, плюс еще, естественно, взять сын. В этой комнате самое большое количество людей было? Было и 20, и больше. Это связано с вольницей. На юбилей. С вольницей. Ну, с капцов. Сначала с капцов. Костей Михайлович, с капцов. Можно учиться по нотам, а можно учиться, вот просто глядя на человека, учиться многому. Учиться работа с коллективом, учиться, как он, работа на концертах. То есть, этому не научишься просто, учишься только на концертах. И когда мы надавали вот эту великолепную квартиру. Благодаря дворцу труда. Дворец труда, да. Сколько лет уже живете? С 86-го года. До сих пор любите? Тепленький соль. Да, и вот он, это самое. И на новоселье был весь хор. Когда они заплясали, я так думала, сейчас рухает пол. А как часто вы приезжаете? Ну, раньше я всегда, когда они учились, все командировки в Красноярск были мои. Понятно. Борис Алексеевич у Парижа выпадал, да? Ну, у меня работа такая, я на авиационном заводе работаю, 60 лет уже работаю. Самолеты? На авиационном заводе. И сейчас еще работаете? Да. Можно руку пожать, Ваше? Вот нынче 60 лет исполняется в моей деятельности на заводе. Опять юбилей? Это правда, что 12-й год для Вашей большой семьи, для всех поколений, удивительно урожайный год? Пять лет внучки младшей, Томочки. Это внучка? Дочки моей, дочки. Дочки, да. Следующий? Для Вас Андрея Борисовича. Андрей Борисович. 50 лет. 50 лет. 75 лет Тамаре Алексеевне будет? 20 мая. Алену-то пропустили, 45-й, баба-ягодка опять. Алена, это кто? Сестра его. У нас двое детей. Дочка. Потом Юля 25. А Юлечка это кто? Это моя внучка. Это двоюродная сестра Олечка. 30 лет супружеской деятельности, 30 лет моей творческой деятельности. 20 лет вольницы еще будет в конце апреля. А еще 20 лет. Вы правильно сказали, урожайный год будет по этой части. Ира, вы буквально через несколько дней войдете в эту семью, став женой Павла. Вот рабеете по этому поводу или наоборот, гордитесь своим новым будущим званием невестки? Нет, я очень рада, что у меня появилась такая возможность войти в эту семью. Семья действительно очень порядочная, очень веселая, дружелюбная. Меня приняли как свою, так скажем. Вот. Но стать женой, наверное, каждая девочка мечтала об этом. А когда находишь своего принца... А вы вместе работаете с Пашей? Да. Он ее начальник. А вот я начальник. Дома начальница я, на работе вот. Ничего не ревнуете по этому поводу? Нет. Говорят часто, что свекровь ревнует сына к своей невестке. А я наоборот так счастлива, что он в надежных руках. С Пашей вы познакомились... Не музыка вас соединила, нет? Ну, соединила, возможно, и музыка. Я обратила на него внимание, когда он играл на 8 марта на баяне. Опять? Ну, Паша. Ой, Паша у нас. Он пользуется для достижения цели баянной. Это был его подарок женскому коллективу на работе. И он, конечно, отличился. Остальные ребята играли там на барабанах или... На ложках. На ложках, да. Ну, как он виртуозно исполнял частушки, я не забуду никогда. Он меня смотрит. Как, на ваш взгляд, откуда берется эта родственность у некровных людей? Не зря говорят, браки заключаются на невесах. Если вот земля создается по любви, создается какое-то поле, и отношения, мне кажется, выстраиваются сами собой. То есть, когда вот есть любовь, когда есть терпение, понимание, вот это все, наоборот, притягивает, делает большой круг, и легко общаться. Мы даже такими словами, как бы, ну, они просто родные люди. А вот чего вы ждете будущая невестка от свекрови? Того, что сейчас и происходит, тепла, понимания. Ну, относится ко мне, в общем, как моя родная мама. Олечка, а как вам? Повезло с семьей мужа? Да, мне очень повезло с семьей мужа и с родителями, с его также, с моей свекровью, со свекром. Они такие добрые люди, понимающие. И меня тоже приняли хорошо в семье, так мы живем с ними вместе, с родителями. Вот, это очень важно для меня, чтобы отношения... Там еще бабушка есть. И бабушка, да, то есть вот старшее поколение, среднее, все вместе живем. Ну, и вот, слава богу, все хорошо. Расскажите, пожалуйста, что такое серебряная ложечка? Серебряная ложечка передается по женской линии, да, от бабушки к дочери, от дочери к ее дочери, в общем. И вот она передавалась с какого года? Ей больше двухсот лет, я так думаю. Потому что мама, когда я вышла замуж, да, Ирина Азина, она очень старинная, мама отдала ее мне. Причем, когда она сюда попала в Сибирь, мама и папа с Украины, с западной, со Львова, и она чудом ее смогла сохранить, просто чудом. А ей передала ее мама, моей бабушке, да, да, это женское счастье вот наше, да. И я вот, Олечка, когда вышла замуж, я когда порядочная дочь, не нарушила нисколько традиций. Вот семейные еще истории вот такие, да, что Андрей всегда курил, ну, сколько я его знаю, всегда курил, и очень много. И Оля маленькая, мы все его уговаривали бросить курить. Девятого класса. Да, а тут накануне моего, да, тут накануне моего юбилея он ни с того ни с сего решил бросить курить. Я, говорит, брошу курить, на дачу нам сказал, Тамара Алексеевна у нас как раз была. Он уже много раз бросал, причем, когда я еще собиралась родить сына, тогда же не было УЗИ ничего, это было очень, кстати, очень было здорово, не знал, кто родится. Совершенно верно. И я всем с гордостью говорила, а, Андрей, родишь сына, брошу курить. Он сильно, я говорю, я приехала, я рожу сына, он бросит курить. Ну, родила сына, как положено, он не бросил. Все уговаривали, а тут вот что-то у него, видимо, или дача, свежий воздух. И он, представляете, вот сила воли потрясающая. Это вот нынче было два года, он бросил. Три. Простите. Будет. И вот еще был такой случай, Паша. Близкий. Еще один цепь маком, младшего поколения. И вот я как бы, ну, можно, наверное, об этом сказать. Я думаю так, я говорю, Андрюш, сколько вот денег тратишь на сигареты? Ну, где-то 500 рублей тогда еще было. Я себе дала за руку. Вот может как-то так я думаю, вот месяц не курит, я 500 рублей беру, откладываю прям куда-то там. Второй, третий. И 30 августа у меня скопилось 6 тысяч. Значит, я выхожу, я думаю, вот я сделаю. Я выхожу, он говорит, год, я говорю, вот тебе 6 тысяч, купи себе все, что хочешь. Ты эти деньги прокуривал. Павел Андреевич воскакивает, мама, я 25 лет не курю. Где моя премия? Вот. И я горжусь, мы все гордимся, вся семья, вот понимаете, это великое дело. Что больше всего ваша семья и лично конкретно, Паша, любите из кушаний, которые готовят или мама, или папа, и вообще кто самый, или может быть бабушка, кто лучший кулинар в семье? Я думаю, что наши любимые женщины не обидятся, что самый кулинар у нас отец. Это да. И это не потому, что передача о нем, о нашей семье, но так и есть. Он кулинар такой от Бога, то есть разноплановый. Он может и сделать какое-то блюдо экзотическое, например, жульен. Вот все мы очень любим жульен. Но в то же время, допустим, когда мама уезжала в командировке, либо еще там по работе куда-то, или в Тайшет, когда мы оставались одни, отец всегда готовил нам соль и что? Что? Гречневую кашу с тушенкой. Жульен от Андрея Борисовича Булатникова. Для его приготовления нам понадобится телятина, говяжий язык, куриная грудка, грибы, лук, сливочное масло, сметана, твердый сыр и соль. Отварить отдельно мясо, язык и курицу. Нарезать. Затем обжарить на сливочном масле лук и грибы. В произвольном порядке выложить ингредиенты слоями в керамические горшочки. Подлить немного бульона, сверху добавить сметану с тертым сыром. Поставить в духовку. Жульен готов, когда на нем образуется румяная корочка. Приятного аппетита! В чем секрет семейного счастья вашей семьи? Чуткое взаимопонимание и взаимодоверие. Терпение и труд. Труд. Любовь вообще нет? Ну почему? Любовь в самом... Как без любви можно создавать? Первая любовь, конечно. Ну, я своего любимого ждала 4 года из армии. Он у меня моряк. Рецепт моего счастья – это в труде. В труде. Это... Эти навыки в труде, эти навыки жизни пришли от моих родителей. Из христианской семьи. Как меня они воспитывали в труду. И чем я живу сейчас, так я и воспитываю всех своих. И детей, и внуков. И с дожиуда правнуков. На мой взгляд, рецепт семейного счастья – это от мужа юмор, от жены – это мудрость и терпение, от детей – это послушание, и всё это под соусом любви. Уважение – это очень важный пункт достижения семейного счастья. В этой семье уважение присутствует и идёт, скажем так, от истоков, что очень приятно. Вот здесь всё сказали, абсолютно всё. Но я считаю, что это любовь. Вот, ну, любовь. Самая главная любовь. И здоровье. И достаток. Вот я бы ещё добавила любовь, оптимизм и музыка. Вот когда музыка в душе, музыка в семье – гармония. Вот если есть гармония, всё это правит миром любовь. Я на раз сыграю, как всегда. Пусть бегут, не ухлёзы, пешеходы, балы, по ходам, по сальку и по. И я на прохожем в этот день не похожи. Почему я весёлый такой? А я играю на гоняне. Пусть бегут, не ухлёзы, пешеходы. На ряду, к сожалению, для рождения только раз. И наш традиционный подарок на память о нашей телевизионной встрече – вот такая вот фирменная тарелка. Пусть она будет в вашей семье, и пусть она всегда будет полной. Спасибо огромное. Как всё в этом доме. Спасибо большое, Великолепная. Спасибо большое. И в ответ мы вам подарим, мы хотим вашей передаче великолепной, да, подарить вот этот диск нашего ансамбля, ансамбля «Вольница». Всегда, чтобы у вас было хорошее настроение, вот этот диск, он будет поднимать настроение всегда. Прямо в машине можно включать. Спасибо, спасибо.